В предыдущем видео я перечислила 18 статей Уголовного кодекса, которые были нарушены в отношении меня за два с половиной года Холокоста и харассмента, который производился в отношении меня, терроризма моей личности, за которые, в принципе, за каждую статью уголовная ответственность, решение от двух лет до пяти лет, решение свободы. Если вы умножите это на 18 статей, то сами посчитайте, что этим людям, которые участвуют в отношении меня, терроризма моей личности, сколько им нужно сидеть в тюрьме, и сколько они будут сидеть в тюрьме, если я докажу их вину и докажу и представлю в судебном процессе весомые доказательства. А сейчас я хочу перечислить статьи Конституции РФ, которые также были нарушены в отношении меня. Первая статья. Тринадцатая статья. Часть пятая. Запрещается создание и деятельность общественных объединений, цель или действия которых направлены на насильственное изменение основы Конституционного строя, нарушение целостности РФ, подрыв безопасности государства, создание вооруженных формирований. Вот здесь интересно. Создание вооруженных формирований. Данная группировка вооружена энергетическим нелетальным оружием нового вида. Разжигание социальной, расовой, национальной и религиозной розни. В отношении меня было разжигание ненависти и вражды. Итак, это первая статья. Статья тринадцатая, часть пятая. Следующая статья. Статья пятнадцатая, часть вторая. Органы государственной власти, органы местного соуправления, должностные лица, граждане и их объединение обязаны соблюдать Конституцию Российской Федерации и законы. Люди, полицейские, которым я обращалась, это относится статья к полицейским, которым я обращалась. Они злостно нарушают Конституцию и не хотят, может быть, ждать уголовное дело, потому что моя личность терроризируется и в отношении меня ведется шпионаж непонятными лицами. Далее. Третья статья. Семнадцатая статья Конституции Российской Федерации. Семнадцатая статья, часть вторая. Основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. Третья. Осуществление права и свободы человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц. Мои права и свободы нарушаются другими лицами. Каким образом? То есть идет дискриминация, террор, психологические пытки. И, ну, то есть, тут идет такое конкретное преподнесение мне, что якобы я животное, и я там, они меня называют кошкой, собакой, а они люди. И, собственно, я не имею своих прав. То есть они мне указывают то, что у меня нет прав, и они меня, они однократно говорили, что дрессируют меня как животное. Следующая статья, 18-я, в Конституции Российской Федерации. Права и свободы человека и гражданина являются непосредственно действующими. Они определяют смысл содержания и применения закона в деятельности законодательной, исполнительной власти, местной соуправлении и обеспечивают правосудие. По факту того, что я обращалась в правоохранительные органы, и мне в самих правоохранительных органах показали полицейские, что они участвуют в моей травле. Они устроили прям в полицейском отделе уличный театр. Правоохранительные органы отказываются мне обеспечивать правосудие и заводить уголовное дело по терроризму моей личности. Следующая статья. Статья 19. Конституции Российской Федерации. Государство гарантирует равенство, прав и свобод человека и гражданина, независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, место жительства. В общем, государство гарантирует равенство, прав и свобод, но здесь, что я вижу в течение травли несколько лет, мои права и равенства, они просто ущемлены. Идет пренебрежение в отношении меня, то есть мои права нарушаются, идет дискредитация. И большое количество людей, которые являются просто гражданскими лицами, они участвуют в каком-то групповом сговоре, которые всячески пытаются унизить мои права и занизить мою личность. И всячески показывают, что они якобы владеют большими правами, нежели чем я. Следующая статья, двадцатая. Каждый человек имеет право на жизнь. Часть первая. Данные люди меня доводили психологическими пытками до суицида, показывая, что я недостойна жизни. Вторая. Так, следующая статья. Двадцать первая статья. Достоинство личности охраняется государством. Ничто не может быть основанием для его умоления. Мое достоинство растоптано в течение двух с половиной лет. И этим занимаются как гражданские лица, так и правоохранители. Чем нарушают, собственно, данную статью двадцать первую Конституцию Российской Федерации. Никто не должен подвергаться пыткам насилию, другому жестокому или унижающему человеческому достоинству обращения или наказания. Никто не может быть без добровольного согласия подвергаться медицинскому, научному или другим опытам. Итак, я подвергаюсь пыткам насилию. Пытки психологические. И как одна девушка, которая участвовала в этом, подошла в разговоре, как они любят посредством газлайтинга, говорит, ой, ну ты знаешь, психологические пытки, они намного ощутимее и намного болезненнее, нежели бы это были физические, как они издевательские все это преподносили мне. То есть данная статья нарушается, я подвергаюсь пыткам и насилию, и обесцениванию моей личности от группы других лиц, которые мне абсолютно неизвестны. Некоторых я знаю, а некоторых я даже не знаю. Продолжение будет чуть позже. Продолжение и перечисление статей. Это я зачислила, получается, 8 статей. Еще целых 12 статей, которые были нарушены в Конституции Российской Федерации. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова